Я бы хотел, чтобы мы посмотрели в Слово Божье и кое-что для себя взяли. Сегодня тема проповеди, или как она будет называться, это три библейских урока об исцелении. Три урока. Сегодня мы посмотрим три истории, на которых мы с вами научимся чему-то очень важному в отношении исцеления. И не только исцеления, на самом деле, в отношении больше нашей веры, в отношении результатов. Но это касается и исцеления, и освобождения, и прорыва, и каких-то чудес. Все это касается этого. Но так как мы говорим сегодня об исцелении, то мы посмотрим эти три урока в контексте исцеления. Итак, урок номер один. Все, к чему ты прикасаешься с верой, будет работать. Давайте это скажем. Все, к чему я прикасаюсь с верой, будет работать. Все, к чему ты прикасаешься с верой, будет работать. Будет работать. Давайте посмотрим историю, с которой мы этому научимся. Луки, 8 глава, 40 стих. Когда Иисус возвратился, Его приветствовала большая толпа, потому что все ждали Его. В толпе была женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она истратила на врачей все свои средства, но никто не мог ее вылечить. Она подошла сзади к Иисусу и прикоснулась кисточке на краю Его одежды. Кровотечение сразу же остановилось. Кто ко мне прикоснулся, спросил Иисус. Никто не признавался, и Петр сказал, наставник, вокруг тебя толпятся люди и напирают со всех сторон. Но Иисус сказал, кто-то ко мне прикоснулся. Я почувствовал, как из меня вышла сила. Здесь мы видим историю, в которой есть женщина, которая истратила все свои сбережения на то, чтобы получить исцеление. Но так ей ничего не помогло. В Матфея, в этой же истории, говорится о том, что женщина подумала про себя, что если я прикоснусь к Нему, я получу исцеление. И так, когда она смотрела на Иисуса, она видела возможность исцелиться. И поэтому, когда она к Нему прикасалась, она прикасалась к Нему с верой, что она сможет получить это исцеление. Интересный факт, что в тот момент, когда Иисус спросил, кто ко мне прикасался, вопрос был настолько нелогичный для учеников, потому что Иисуса толпила толпа. Есть такое слово, даже не гуглите. Иисуса окружала толпа, и они теснили Его со всех сторон. Давайте для наглядности я вам это покажу. Вот можно, пожалуйста, любых 10 человек, просто выйдите сюда, сестры, братья, неважно, выходите, выходите вперед. Да, пожалуйста, помогите мне, мне нужно кто-то, чтобы помог мне проповедовать. Давай, Юля, идите сюда, идите, давайте, 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 давайте. Итак, спасибо вам, что вы вышли. Давайте чуть-чуть сюда, вперед. Да, это не молитвная линия, сюда. Сейчас ваша задача меня окружить, окей? Итак, просто окружите меня. Спасибо. Итак, вот эта история, братья и сестры. Иисус был примерно так, только сюда надо еще добавить подчеловек. И вот он идет, пойдемте туда. Я чувствую себя как президент именно. И вот Иисус идет с людьми. Не, далеко не уходи, ты что же это? Да. И вот была только женщина. И вот они, ну, я, они меня теснят. Они же вот хотят что-то от меня, что-то хотят. Вот они теснят меня. И вот что интересно, что ни один из этих людей не сказал, Господь, я исцелился. Вы заметили? Ни один человек в этой истории не сказал, о, что-то я почувствовал, я исцелился. Вот скажите, среди этих людей, кто-то вот, я почувствовал как сила только что вышла именно. Кто-то из этих людей имел в тот момент болезнь или какой-то вопрос. Я думаю, что да, потому что его окружали нуждающиеся люди. Но ни один из этих людей не получил исцеление. Была только одна женщина, которая сквозь эту толпу прикоснулась кисточке, потому что она знала, что если она прикоснется, она увидит чудо. Вот так вот, спасибо большое. Давайте поаплодируем. А замечательные актеры. Спасибо вам большое, спасибо. Можете присаживаться. Благодарю вас сердечно. Вот о чем эта история. Это история о людях, которые окружали Иисуса. В тот момент он шел, и его окружала большая толпа людей. И женщина, увидев Иисуса, подумала, если я только прикоснусь. Но она не могла прикоснуться к нему целиком. Она не была близко. Поэтому все, что она могла сделать, это встать на свои колени и проползти к тому, чтобы хотя бы кисточке. Это не кисточка, которую рисуют. Это кисточка, которая свисала с его одежды. И вот она даже не к телу прикоснулась, братья и сестры. Она прикоснулась к кисточке его одежды. И в этот момент, Иисус, кто-то ко мне прикоснулся. Кто мог прикоснуться? Много людей. Вера коснулась меня. Вера прикоснулась к Иисусу. И он почувствовал это, потому что из него вышла сила. Поэтому все, к чему вы будете прикасаться с верой, будет работать. Все, к чему, давайте это скажем, все, к чему я прикоснусь с верой, будет работать. Когда вы приходите на служение, когда вы приходите на служение исцеления, когда вы приходите, вам очень важно каждому из нас приходить с ожиданием, что сегодня день для моего чуда. Не просто суббота, день для моего чуда. Возможно, твой сосед сегодня пришел без ожидания. Может быть, он один из толпы, которая окружала Иисуса. Но в твоем сердце должно быть ожидание, что если ты сегодня прикоснешься к Иисусу, то ты уйдешь полностью исцеленным. Ты можешь прикоснуться к сегодняшней субботе и полностью исцелиться. К сегодняшнему служению и полностью исцелиться. Есть люди, которые прикасались к предметам помазанников и исцелялись. И есть люди, которые прикасались к предметам помазанников и не исцелялись. Причем к одним и тем же предметам одного и того же помазанника. Потому что наша вера активирует чудо. Если вы хотите видеть больше чудес, прикасайтесь к вещам с верой. Если вы хотите видеть прорыв в вашем бизнесе, прикасайтесь к бизнесу с верой. Если вы хотите видеть прорыв в вашем исцелении, прикасайтесь с верой. Когда вы кладете руку, Господь, спасибо, что я исцелен. Все, к чему мы прикасаемся с верой, начинает работать. Все, к чему мы прикасаемся с верой, начинает работать. Запускаются процессы, что сила Божья исходит. Урок номер два, который нам очень важно с вами запомнить. Это Матфея, 15 глава, 22-28 стих. Тут история. Там к нему с плачем подошла местная женщина Хананьянка и стала кричать. Господи, сын Давидов, сжалься надо мной. Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается. Иисус не отвечал ей ни слова. Вообще, это такая первая история, которую я прочитал, когда только покаялся в Библии. И первая история, которая меня немножко смутила. Я подумал, Иисус, который не отвечал. Вот представьте, ты обращаешься к Иисусу, а Он даже на тебя не смотрит. Он не отвечает тебе. Насколько это должно быть больно? Что единственный шанс, возможно, для тебя получить чудо, и этот шанс на тебя не обращает внимания в тот момент. У него, конечно же, были причины. Но давайте посмотрим дальше. Тогда его ученики стали просить. Отошли ее, а то она идет за нами и кричит. Идет за нами и кричит. Вот это женщина была. Иисус сказал женщине, я послан только к заблудшим овцам Израиля. Женщина подошла и поклонилась Ему. Господи, помоги мне. Иисус ответил, нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собачкам. Да, Господи, ответила женщина. Но ведь и собачки едят крошки, которые падают со стола хозяев. Тогда Иисус сказал ей, женщина, у тебя великая вера, пусть будет так, как ты хочешь. И ее дочь исцелилась. Великая вера, говорит Иисус этой женщине. Давайте снова представим эту историю. Итак, Иисус не мог ответить на ее молитву и на ее просьбу, потому что в тот момент у него была совершенно другая миссия. И так как он повиновался своему отцу в тот момент, он не мог ответить на ее молитву, потому что у него была другая миссия. Но эта женщина шла за ним и кричала, Иисус, помоги мне. Спаси мою дочь, помоги мне. Вот она шла и кричала всю дорогу, помоги, помоги. Представьте, вы идете в метро, а за вами идет человек и кричит все время. Света, помоги мне. Лена, спаси. Представьте, да? В метро едешь, люди не поймут. Человек идет и орет, и кричит, помоги, помоги. Вот у Иисуса была такая ситуация. И ученики, видя эту историю, говорят, Иисус, пожалуйста, пусть пойдет домой, как-нибудь с ней поговори, пусть идет домой, пусть отправляется домой. Иисус решил с ней поговорить. И в тот момент женщина сказала им те слова, которые коснулись его сердца, и именно ее вера освободила ее дочь. О чем это говорит? Урок номер два, который мы можем взять из этой истории. Это даже если все против тебя, твоя неотступная вера может тебя спасти. Даже если все против тебя, окружение, врачи, ситуации, жизнь, все против тебя. В этот момент твоя неотступная вера может тебя спасти. Эта женщина не должна была получить исцеление. Эта женщина не должна была увидеть исцеление своей дочери. Она не должна была увидеть чудес. Она не должна была увидеть ответа. Но неотступность этой женщины привело в действие силу Божью. И поэтому она увидела ответ в своей жизни. Если в твоей жизни есть сопротивление, и тебе кажется, что все против тебя, все против тебя, нет никого, кто бы мог тебе помочь, и как будто бы уже все, выхода нет, как будто бы перед тобой стоит каменная стена, и ты в эту стену уперся, потому что ты не знаешь, как тебе быть дальше, есть хорошая новость. Именно вера, твоя неотступная вера, может разбить эту стену и проложить перед тобой совершенно новый путь. Неотступная вера, которая идет до конца, которая взывает, которая кричит, которая борется, всегда побеждает. Вера, которая борется, всегда побеждает. Нам очень важно быть неотступными в своем решении исцелиться. Молиться, кричать, провозглашать, закрывать уши от внешних людей, от внешних ситуаций, закрывать глаза и просто концентрироваться на своем ответе. В такие моменты мы сражаемся как будто бы во тьме. Но как раз таки, побеждая эту тьму, мы приходим в свет. Проявляется чудо. Поэтому не бойтесь сражаться во тьме. Не бойтесь сражаться. Потому что в этой тьме вы находитесь не одни. С вами там Бог. И последняя, третья история, которой мы можем научиться. Это история, которая описана в Матфея, 8 главе, с 5 под 9 стих. «Когда Иисус пришел в Капернаум, к нему подошел сотник и попросил о помощи. Господин, сказал он, мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается. Иисус ответил ему, хорошо, я приду и исцелю его. Сотник возразил Иисусу, господи, я не достоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь я сам подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному, ступай, и он идет другому ко мне, и тот приходит. Слуге моему говорю, сделай это, и он делает. Иисус сказал сотнику, иди, и будет тебе по твоей вере. Итак, третий урок, который мы можем научиться из Библии, это то, что Слово Божье обладает силой тебя спасти. Слово Божье обладает силой тебя спасти. История этого сотника очень интересная. Дальше Иисус сказал, что у него великая вера, которую он даже не встречал во всем Израиле. Его вера заключалась в том, что он смог поверить словам Иисуса. То, что Иисус сказал. Почему он смог в это поверить? Потому что сотник понял, как работает духовный мир, братья и сестры. И это он сказал. Он сказал, я понимаю, что когда я говорю своему одному какому-то слуге, он идет, это и делает. Потому что я говорю Слово, и это Слово переведено в исполнение моими слугами. И поэтому они идут и делают. Я говорю другому Слово, и этот человек берет и исполняет мое Слово. Потому что я так сказал. И когда Иисус посмотрел на это, Он сказал, у тебя великая вера. Почему? Потому что сотник понял, как работает духовный мир. Он понял, что когда Иисус говорит Слово, это Слово высвобождается. И ангелы делают все, чтобы это Слово исполнить. То, что мы говорили о пророках некоторой темы назад. Мы говорили о том, что когда Бог говорит Слово свое, то это не просто вылетает из его уст, как у нас бывает. Знаете, я позвоню и не позвонил. Я напишу и не написал. Я приду и не пришел. Я поженюсь и не поженился. Как бы. Это не так работает. Когда Иисус говорит, когда Бог говорит Слово, Его Слово, когда выходит из его уст, оно выходит с силой, чтобы это исполнить. Когда Бог говорит, я исцелю тебя, это значит, что Его Слово уже сопровождается силой и со всем, чтобы это закончить в твоей жизни. И сотник это узнал. Он это понял. И поэтому он сказал, скажи только Слово. И это Слово поможет мне. Если вокруг нас нет людей, которые за нас могут помолиться, братья и сестры, нам очень важно в своей комнате тайной искать Слово, искать Рема. Это первое. Найти свое откровение. Вы будете читать Слово, или вы будете слышать голос Божий, и Бог проговорит к вам через Слово, через молитву, через сон. Вы увидите или услышите что-то, хватаясь за это Слово и стоя на нем, вы увидите, как это Слово, даже без людей и ситуаций, оно может вас спасти. Оно может вас поднять. Оно может вам помочь. Именно поэтому важно читать Слово Божье и общаться с Господом, чтобы в своей жизни иметь откровение, чтобы в своей жизни иметь не просто Логос, а чтобы иметь Рема, чтобы иметь Слово, которое может тебя спасти, может тебя поднять, может вытащить тебя из того места, где ты находишься сейчас, и перевести тебя на другой уровень. Поэтому ищите Слово Божье в свою жизнь. Пусть Бог проговорит к вам, пусть Он скажет вам, пусть Он придет и даст вам Слово, потому что это Слово, сказанное Богом, уже закладывает в себя силу, чтобы реализовать то, что Он вам сказал. Аминь. И второе, что касается Слова, что есть еще те слова, которые Иисус проговорил уже. Если ты будешь верить, ты увидишь славу Божью. Есть принципы, которые Он проговорил. Ранами Иисуса мы исцелились. Есть принципы, которые Он уже проговорил, которые уже записаны, которые уже были сказаны. И вот очень важно, чтобы взять, найти, отыскать эти принципы, выбрать их себе, забрать их в свою копилку, в свое сердце, и стоять на этом слове. Потому что Слово Божье, оно не бывает обычным. Оно не просто так говорится. То, что записано уже в Слове, то, что уже было им сказано, уже имеет силу, чтобы нас спасти. Поэтому, когда мы берем Слово Божье, выписываем его, провозглашаем, стоим на этом Слове, знайте, что сила Божья работает в вашей жизни, чтобы это Слово исполнить. Поэтому, знаете, есть люди, которые выписывают местописание, развешивают по всей квартире, по всему дому, везде вешают, чтобы проговаривать это Слово, чтобы провозглашать это Слово. Потому что, когда мы говорим это Слово, когда мы стоим на этом Слове, мы говорим, Боже, я верю Твоим словам, как поверил Сотник. Он сказал, я верю Твоим словам. Я верю Твоим словам. И вот это Слово действует в нашей жизни. Итак, три вещи, три урока, которые нам очень важно знать. Урок номер один. Все, к чему ты прикасаешься с верой, начинает работать. Все, к чему ты прикасаешься с верой, начинает работать. Братья и сестры, сестры, если вы хотите выйти замуж, вешайте костюм и прикасайтесь с верой. Или платье и говорите, у меня будет самый лучший муж. Мой муж уже близко. Или если вы мужчина, вешайте свой костюм и говорите, Господь, благодарю Тебя за мою избранницу, за мою жену. Спасибо Тебе. Прикасайтесь с верой. Если вам нужно исцеление, прикасайтесь с верой. Тканям, к экрану, братья и сестры, к стульям, к сцене. Это все пропитано Божьей силой, Божьим царством, к помазанникам, к Библии. Прикасайтесь с верой. И вы будете видеть, как это начинает работать. Потому что все, к чему мы прикасаемся с верой, начинает работать. Урок номер два. Это если даже все против тебя, твоя неотступная вера, может тебя спасти. Даже если вокруг нас мы находимся на необитаемом острове и вокруг много акул, наша неотступная вера может вытащить и спасти нас. Неотступная вера. Вы знаете, вот я видел людей и знаю людей, которые оказывались в кризисных ситуациях, которые колеблились на грани жизни и смерти. И вот интересно, что эти люди спасались благодаря своей неотступности. Вот удивительно. Ты думаешь, как так получилось? И потом ты начинаешь общаться с этим человеком, и ты начинаешь понимать, что у него была жажда к жизни. У него было желание выжить. У него была вера, что он пройдет это. Вера, что он победит. Вера, что он сможет. Вера, что Бог спасет его. Поэтому наша неотступная вера и наш взгляд на жизнь, он должен быть неотступным. Врачи сказали, ты умрешь? Ты говоришь врачам, я не умру. Тебе все говорят, ты умрешь. Ты говоришь, я не умру сегодня. Мне еще не 120. Я не умру. Я буду жить и возвещать дела Господни, и свидетельствовать о Его славе. И пусть все думают, что ты ненормальный. Бог смотрит на твою веру и говорит, это как раз нормально. Это и есть вера, которая видит чудеса в своей жизни. Неотступная вера. И третье. Слово Божье может нас спасти. Поэтому нам нужно хвататься за Слово Божье, искать Его Слово, хвататься за это Слово и приводить это Слово в свою жизнь, приносить его, стоять на нем, провозглашать его, чтобы это Слово действовало в нашей жизни. На что похоже Слово Божье? На что похоже его обетование? Они похожи на коробку, допустим. Конечно, они не так похожи на коробку, но если мы давайте возьмем в аллегорию, то представьте, что это коробка. И вот эта коробка с сокровищами. Каждый человек, который сейчас находится здесь в зале, может увидеть эту коробку. Она перед вашими глазами. Мы все ее видим. Я ее вижу. Вы ее видите. Те, кто нас смотрят, видят эту коробку. Каждый из нас видит эту коробку. Это то, с чем можно сравнить Слово Божье. Мы все знаем, что такое Библия. Мы все знаем, что в Библии написано. Мы читаем Слово Божье. Но вот его Слово начинает работать, когда мы говорим, а я хочу не просто читать, я бы хотел, чтобы с ним взаимодействовать. Я хочу взять его. Я хочу, чтобы оно было в моей жизни. И мы берем это Слово в свою жизнь и начинаем с ним ходить. И вот тогда это Слово начинает не просто стоять, оно начинает действовать в нашей жизни. Пока другие смотрят, братья и сестры, нам нужно это брать и задействовать, чтобы видеть чудеса. Пусть оно не стоит на полке, пусть оно живет в нашей жизни, проживает нашу жизнь, меняет нашу жизнь. Аминь.